Интеллектуальные игры уже не первый год успешно проходят у Белхимпрофсоюза. А в этом году и для Минской областной организации профсоюза они стали традиционными. Минская областная организация проводит подобный турнир уже во второй раз. Эта игра стала отборочной к ежегодному республиканскому кубку Белхимпрофсоюза по интеллектуальным играм. Белхимпрофсоюз, он всегда интересуется желаниями наших членов профсоюза, потому что в основном работают у нас представители на сегодняшний день. Это и шахтеры, это забойщики, это машинисты горновымычных машин. И люди, которые отработавшие ночную смену, смену под землей, они хотят повышать свой интеллектуальный потенциал, свою эрудицию. Это очень здорово и мы должны, конечно же, на своем уровне этому способствовать. И мы рады за них. В турнире приняло участие семь команд. Кубок был насыщенным и включил в себя три игры. Брей-ринг, что, где, когда и своя игра. Турнир дает возможность новым командам попробовать вкус интеллектуальных состязаний. Ну и опытным в очередной раз проверить свои силы. Участвуем не первый раз, поэтому знаем эту игру, очень любим и стараемся по максимуму вылаживаться. Для нашей команды эта игра очень интересна, потому что до проведения вот этих игр каждый увлекался и смотрит по телевизору такую же программу «Что-то, когда». Поэтому это, во-первых, интерес личный каждого. Ну и, во-вторых, это заинтересованность, точнее, всех работников предприятия, которые сейчас участвуют в этой команде, представить достойно свое предприятие и показать себя. Участники команд продемонстрировали свою эрудицию стремления к победе, сплоченность команды. Игрокам пришлось быть внимательными, так как ответы зачастую скрывались в вопросах. По итогам всего турнира первое почетное место и кубок у команды опытных горцев. Второе завоевала команда «Инкогнито». Ну а третье место у «Гениального секрета». В конце турнира победителям и призерам были вручены дипломы и ценные призы. А каждый участник получил сертификат об участии в Кубке Минской областной организации Белхимпрофсоюза по интеллектуальным играм.